Храм Иоанна Предтечи В память об этом событии в ноябре 2005 года здесь была установлена уменьшенная на 5 см копия знаменитого памятника Минину и Пожарскому, работы скульптора Мартаса. Всемирно известный оригинал этого памятника находится в Москве на Красной площади, хотя и предназначался для Нижнего Новгорода. Поэтому можно сказать, что на площади, названной площадью Народного Единства, восстановлена историческая справедливость. История же каменного храма, который был восстановлен также в 2005 году, крайне интересна и драматична. Купец Гаврила Дранишников в 1676 году испросил благословение митрополита на строительство каменной церкви на Нижнепосадском торгу. История была почти детективной, так как Дранишников пошел на это, чтобы отвести от себя подозрения в приверженности старообрядчеству. Разрешение было дано. Дранишников лично стал закупать всевозможные строительные материалы – кирпич, известь, железо и черепицу. Заключал подрядные договоры с каменщиками, плотниками, кузнецами, резчиками по дереву, иконописцами и золотильщиками. Так что вклад Гаврила Дранишникова в разработку художественного образа здания можно считать определяющим. Так в 1683 году в Нижнем Новгороде под Кремлевским холмом появилась каменная церковь, которую следует оценивать как памятник посадской культуры второй половины XVII века. Церковь сохранилась, хотя и понесла большие потери в советское время. Но теперь она восстановлена практически в первозданном виде. Субтитры создавал DimaTorzok